Друзья, если покупаете на Али, обезопасьте себя с Алиэкспресс Хелпером. Хелпер показывает реальный рейтинг продавца с подсказками, а также как изменялась цена на товар, реальная ли скидка, у плагина удобное навигационное меню с поиском, а также плагин совместит с популярными кэшбэк сервисами. Покупайте безопасно с Хелпером и получайте кэшбэк, если пользуетесь кэшбэк сервисами. Полезная штука, ссылку я оставлю в описании. Всех горячо приветствую, дорогие друзья, на канале Радиолюбитель ТВ. Сегодня у нас любимая для многих рубрика товаров из Китая для радиолюбителей. Очередные 10 штучек, которые я подобрал для вас, могут оказаться вам вполне полезными, так что смотрите дальше. Поехали! И первым товаром у нас будет такой малюсенький модуль. И знаете что это? Это стерео FM тюнер с цифровым управлением. Имеет полосу от 50 до 115 МГц, встроенный синтезатор частот, поддерживает RDS, это текстовые сообщения по радио, есть шумоподавление и индикатор уровня сигнала, а также позволяет регулировать громкость выходного сигнала. И все это в этом малюсеньком модуле. И на его основе можно собрать какой-нибудь радиопроект с цифровым управлением. А модуль стоит всего 22 рубля на Алиэкспрессе. Ссылку на него и на все сегодняшние товары из выпуска я оставлю в описании под видео. Вторым товаром у нас будет такой термоскотч. 20 мм ширина рулона и 30 мм полностью длина скотча. Такой термоскотч выдерживает температуру до 280 градусов по Цельсию. Его также называют полиэмидная лента. Это как раз такой термостойкий материал, из которого он изготовлен. Лента очень тонкая, такого желтоватого цвета, очень хорошо клеится к поверхности. Порвать ее очень сложно, у нее очень хорошая прочность на разрыв. Сфера ее применения очень широка. Например, если вы выпаиваете какой-нибудь элемент, и чтобы потоки горячего воздуха не попали на соседний элемент, их можно обклеить таким термоскотчем. Ими можно обматывать изоляции катушки трансформаторов или компонентов, которые очень сильно нагреваются. И, конечно, эта лента используется для защиты компонентов от нагрева. Вы, наверное, замечали ее на различных платах. И купить такой рулончик можно всего за 130 рублей. И следующим товаром у нас будет такая вот маленькая платка, это преобразователь USB UART. Этот преобразователь нужен, например, для того, чтобы прошивать платы Arduino Pro Mini, у которых нет USB выхода. То есть она является согласующим устройством между компьютером и платой с микроконтроллером. Распиновку контактов вы сейчас видите на экране. Удобная вещь стоит всего 40 рублей. Далее у нас идет элемент Peltier. Такой элемент размерами 40 на 40 миллиметров можно купить всего за 100 рублей. Об элементе Peltier у меня уже было видео на канале, можете его посмотреть. Простыми словами, что такое элемент Peltier и как он работает. Подаете вы на него напряжение до 15 вольт, и одна сторона его начинает нагреваться, а другая охлаждаться. Его можно использовать, например, для создания какого-нибудь мини-холодильника или для какого-либо охлаждения, например, охлаждения процессора. Следующий товар у нас будет такой логический анализатор. Так сказать, китайский аналог известного анализатора Sely Logic, но, конечно, намного дешевле. Этот анализатор 8-канальный с частотой 24 МГц. В комплекте еще идут 10 проводков длиной около 25 сантиметров. Они нужны для подключения устройства, которые мы собираемся анализировать. Вот так выглядит плата анализатора без корпуса. Подсоединив его к компьютеру и установив программное обеспечение, его работу можно сравнить с оциллографом. Но работает он только с цифровыми сигналами, то есть он воспринимает только два состояния сигнала, либо он есть, либо его нет. Вы можете их использовать для анализа работы своих проектов, например, построенных на Ардуино, и проверять различные режимы работы. И купить такой анализатор можно всего за 300 рублей на Алиэкспресс, так что можете попробовать. Следующим товаром у нас идет такой модуль-индикатор, построенный на микросхеме TM1638. Он имеет 8 семисегментных индикаторов, 8 светодиодов и 8 кнопок. Он вам может пригодиться в Ардуино проектах, подключается к плате Ардуино с помощью 5 контактов. Он вам может подойти под разные задачи, например, отображение температуры и влажности. С помощью кнопок можно настроить какое-нибудь переключение, настроить работу реле, в общем, полезная штука в электронных проектах. Стоит всего 100 рублей, так что кому нужно, приобретайте. Следующим у нас идет Ethernet модуль. Он построен на микросхеме W5500, имеет SPI интерфейс, то есть может быть подключен к практически любому микроконтроллеру, в том числе и Ардуино. То есть это готовый сетевой модуль, который способен выступать промежуточным интерфейсом между сетью Ethernet и некоторым конечным устройством. Модуль станет очень удобным для таких проектов. Стоит он около 450 рублей. Далее у нас идет сборка сразу 5 матричных модулей 8х8, построенных на микросхеме MAC7219. Микросхема имеет последовательный интерфейс, позволяет объединять несколько модулей в цепочку, то есть, например, все 5 матриц можно задействовать в одном проекте. Также драйвер этих светодиодных матриц, который идет в комплекте с ними, позволяет регулировать яркость светодиодов и имеет 16 градаций яркости. Приобретайте, кому нужна такая индикация. Весь сет стоит около 500 рублей. Далее я нашел такой вот выгодный сет из диодов, их здесь 100 штук. И стоит этот сет всего 85 рублей. В нем разных 8 видов диодов, среди которых, думаю, обязательно вам найдется тот, который вам нужен. И последним предложением на сегодня у меня будут светодиоды. Они здесь представлены различной мощностью от 1 ватта до 100 ватт. То есть, вы можете выбрать тот, который вам нужен. 1, 3, 5, 10, 20, 30, 50 или 100 ватт. Также светодиоды разных цветов. Теплый, белый, белый, холодный, белый, красный, синий, зеленый, желтый или полный спектр. И даже есть RGB светодиоды. Выбирайте, какой вам нужен, какое количество штук вам нужно и приобретайте. Ну а у меня на сегодня все. Ссылки на все товары из видео вы найдете в описании под видео. Пишите обязательно в комментарии, какие еще интересные товары для радиолюбителя продают на сайте Алиэкспресс. Ставьте лайк, если вам нравятся такие подборки китайских товаров. И подписывайтесь на наш канал Радиолюбитель ТВ. Здесь у нас много всего радиолюбительского. Но пока со всеми прощаюсь. До новых встреч.